На Луне происходит что-то необычное. 2050 год. Невзирая на жесткие условия, людям кое-как удается выживать. На Солнце жарче, чем в Сахаре. В тени холоднее, чем в Антарктиде. А смертельный вакуум убивает за считанные минуты. Но на краю кратера, который в два раза глубже Большого Камьона, в суровой глуши Южного полюса Луны, из лунной пыли... Разоблачение самых горячих и животрепещущих загадок и тайн космического мироздания. Космические катастрофы невообразимых масштабов, от которых кровь стынет в жилах. Уникальные кадры очевидцев, которых нет больше нигде в сети. Самые интересные и шокирующие научные эксперименты, которые способны перевернуть ваше представление об окружающем вас мире. Описание космических процессов, которые способны уничтожить человечество в мгновении ока. Новейшие научные открытия. Сенсационные находки исследователей и ученых. Самое интересное про космос простыми словами в телеграм-канале Нептун24. Присоединяйся и будь в курсе космоса. Нептун ждет вас с самым удивительным и актуальным контентом. Исследуйте глубины космической бездны вместе с Нептуном. Возникают оживленные поселения. Страны и корпорации соперничают друг с другом, используя природные богатства Луны ради наживы, науки и военного превосходства. Этот фильм не научная фантастика. Ведь люди уже превращают это в реальность. По всему миру земляне готовятся к жизни на Луне. С точки зрения науки. Заселение Луны. Пожалуйста, убедитесь, что ремни безопасности надежно закреплены. Через несколько минут мы совершим посадку в космическом лунном порту Шеклтон. Добро пожаловать в будущее. Из чуждого нам мира Луну превратили в продолжение Земли. Первая станция, построенная людьми в другом мире. И наш первый решительный шаг на пути к превращению в вид, населяющий космос. Но кому принадлежит Луна? Индия, Китай, Япония, Россия, Европа и Соединенные Штаты все хотят поучаствовать. Falcon 9 – самый мощный летательный аппарат американского флота. Не говоря уже о предпринимателях. Сейчас на нашей планете живет 1200 миллиардеров. И то, что раньше было под силу лишь крупным правительственным организациям, теперь может сделать небольшая группа увлеченных людей с надлежащими способностями к вычислительным наукам. Будь ты частное лицо или член правительства, иностранец или американец, чтобы добраться до Луны, тебе все равно придется преодолеть ряд препятствий, которые готовит этот век. Ведь пока люди не доставят на Луну хоть что-то, там не будет ничего. Ни крова, ни транспорта, ни еды, ни воды, ни электричества, ни скафандров, ни посадочных модулей. Ничего. Все, будь то человек, жилище, транспортное средство, гайка, шуруп или кусочек пищи, надо поднять с Земли и отправить на 400 тысяч километров через космическое пространство. Первый шаг на пути к возвращению на Луну – самый трудный. Надо избавить этот беспрецедентный груз от силы земного притяжения. Избавиться от силы земного притяжения – это все равно, что вылезти из колодца. Если ты ползешь со дна колодца, тебе предстоит многое сделать, чтобы выбраться. Новая лунная программа НАСА называется «Созвездие». В планах запустить не одну, а две ракеты. Посадить людей на небольшую ракету под названием «Арэс-1». И погрузить все, что еще необходимо для устройства поселения на Луне на ракету большого размера «Арэс-5». Почти 120 метров в высоту этот монстр будет выше «Статуи Свободы». Это будет самая большая ракета, которую когда-либо строили. Вместе две эти ракеты смогут поднять в два раза больше груза, чем гигантская ракета «Сатурн-5», созданная в 60-х годах 20 века. 15 секунд – система управления ракетой автономная, 12. 40 лет тому назад в рамках программы «Аполлон» она доставляла на Луну космонавтов и все их оборудование. Но новая ракета «Арэс-5» вместит на 10% больше. Максимальная грузоподъемность «Сатурна» была равна примерно 48-метрическим тоннам. У этой же ракеты она равна примерно 54-м тоннам. А это значит, что можно взять больший аппарат для посадки четверых членов экипажа вместо двух. В общем, у большей грузоподъемности есть еще много разных дополнительных преимуществ. Но проектирование двух новых ракет может занять годы, и в ходе него может быть допущено много ошибок. Так что НАСА не собирается начинать все с нуля. Мы решили использовать опыт кораблей «Шаттл» и «Аполлон», что, во-первых, даст нам много надежных данных, ведь у нас большой опыт управления такими летательными аппаратами, а, во-вторых, снизит риск ошибки. Первая ступень корабля для перевозки экипажа «Арэс-1» — ракетный ускоритель на твердом топливе. Такой же, какой использовался на космическом корабле «Шаттл», но большего размера для увеличения мощности. Вторая оборудована модернизированным двигателем корабля «Аполлон» 60-х годов 20-го века. Тяжелый подъемник ракеты «Арэс-5» будет приводиться в действие двумя одинаковыми большими ракетными ускорителями. И связка из пяти маршевых двигателей, созданных по образцу двигателей другой крупной ракеты под названием «Дельта-4». Инженеры НАСА потратили 50 лет на повышение безопасности и надежности своих ракет-носителей. Но трагедии случаются. Подача газа в двигателе начала уменьшаться. Шаттл «Челленджер», взорвавшийся в 1986 году через 73 секунды после запуска, не имел системы аварийного покидания. У космонавтов не было шанса спастись. Специалисты НАСА полны решимости не допустить повторения этой ошибки в конструкции. Новая капсула для экипажа под названием «Орион» во многом выглядит так же, как старый «Аполлон», только она больше. И, как и у «Аполлона», она будет оснащена системой, чтобы уберечь экипаж от катастрофы. На «Орионе» имеется система покидания на стартовом участке или система аварийного прекращения пуска, что позволяет нам отменять запуск на любой его стадии. Система аварийного прекращения пуска – еще одна небольшая ракета, установленная сверху «Ориона». Если во время запуска что-то идет не так, мощный двигатель системы аварийного прекращения пуска мгновенно зажигается и отрывает капсулу с космонавтами на скорости тысячи километров в час. Несколько секунд им приходится переносить большие перегрузки, которые обычно испытывают пилоты-истребители. Потом открываются парашюты, и они вместе с капсулой возвращаются на Землю. Потрясенные, но все-таки живые. На сегодняшний день НАСА планирует спроектировать, построить, проверить и подготовить к запуску лунную программу созвездия за 10 лет. 2020 год. Космический центр имени Кеннеди. Капсуле «Ориона» и ее экипажу из четырех человек остаются считанные секунды до полета назад на Луну. Оторвавшись от стартовой платформы, твердо топливный ракетный двигатель первой ступени «Ареса-1» горит чуть больше двух минут, толкая капсулу для экипажа «Орион» в воздухе со скоростью более 6800 км в час. Что более чем в пять раз выше скорости звука. Первая ступень, расцепка. Далее отработанная первая ступень отделяется, а вторая зажигается, поднимая космический корабль на высоту в 134 километра над Землей. Отделение обтекателя подтверждаем. Система аварийного прекращения пуска больше не нужна, поэтому она выбрасывается. Двигатель служебного модуля Ориона толкает его на околоземную орбиту со скоростью 320 километров над планетой. Затем Орион разворачивает панели солнечных батарей, которые будут снабжать его энергией. Первый этап новой лунной операции практически завершен. Люди улетели с Земли. Теперь им нужно их оборудование. Следующим стартует АРС-5, на борту которого есть всё, что понадобится экипажу для второго этапа — полёта на Луну. Но для этого две ракеты должны сначала выполнить чрезвычайно важный манёвр — сближение. Может показаться, что это просто. Но это вовсе не так. Чтобы выполнить эту задачу, космонавты должны чётко осуществлять управление капсулой Орион. Проектировкой этих элементов управления и обеспечением их работы занимается Джефф Фокс. Когда ты оказываешься на орбите, можно отстегнуть ремни и свободно парить. Можно слегка приблизиться к дисплею и наклониться чуть по-другому. Говорит Орёл Хьюстон, мы видим вас на панели управления. Если помните, на Аполлоне было много ручных циферблатов, измерительных приборов и переключателей. Роджер, как там дела? Теперь космонавты будут управлять Орионом при помощи всего трёх стеклянных панелей. И здесь можно выбрать ракету-усилитель. Они испытывают эти элементы управления в лётном тренажёре. Мы почти в пяти с половиной метрах от стыковочного порта. Вот это мы называем конечным приближением. Надо попасть в цель шириной около пяти сантиметров. Но сближение в тренажёре не заменит настоящее сближение. Ещё три с половиной метра и закрываем. Может показаться, что два этих корабля движутся неспешно. В действительности же они летят сейчас со скоростью 27 тысяч километров в час. Пытаться их состыковать всё равно, что играть в чрезвычайно сложную видеоигру. Вот только здесь нет права на ошибку. 2020 год. Американцы вновь летят на Луну. Капсула для экипажа «Орион» подлетает к гигантскому грузовому кораблю «Ариэс-5» как никогда близко. Наконец, два судна благополучно стыкуются. Пора приступать ко второму этапу. Двигатель ракеты «Ариэс-5» вновь зажигается, толкая экипаж со скоростью до 39 тысяч километров в час. Этого достаточно, чтобы вытолкнуть их с земной орбиты на Луну. В течение четырёх дней с этого момента они будут смотреть сверху вниз на поверхность площадью с Африку. Так где же им садиться? В ходе программы «Аполлон» операции проводились на высоте экватора и ниже, поскольку они были доступны с Земли. Для ракеты чем меньше высота, тем проще туда добраться. Вижу большой кратер с каменистым краем. На Луне экватор тоже ровный и почти без валунов. Эта поездка будет уже совсем другой. Ни один экипаж «Аполлона» не проводил на Луне более трёх дней, и от недостатка света они не страдали. Они высадились лунным утром, а день на Луне длится две недели. Всё дело в лунной ночи, которая тоже длится две недели. Космонавты могут жить на солнечной энергии 14 дней. А потом им придётся найти способ выживать две недели в темноте. И дело не только в темноте, но и в холоде. Температура опускается до минус 150 градусов по Цельсию. Это в четыре раза холоднее, чем в Антарктиде глубокой зимой. И без солнечной энергии это может быть смертельно опасно. Космонавты должны найти надёжный источник энергии. Если мы используем в отношении космоса граничный подход, если хотим там оказаться, начать там строительство и что-то там выращивать, то лучше места, чем полюса на Луне, нам не найти. Лунная орбита обращает оба полюса, северный и южный, под почти постоянное воздействие солнечного света. Практически на самом южном полюсе находится кратер Шеклтон, который купается в этом солнечном свете. Но здесь есть одна загвоздка. Крутые стенки кратера Шеклтон почти в два раза выше Гранд-каньона и заканчиваются неровным краем. Ни один космонавт в здравом уме не станет пытаться там высадиться. К тому же эта территория не помечена на карте. Идеальное кладбище для космического корабля. Ошибка 1201. Ошибка 1201. Инженеры НАСА не хотят, чтобы высадка на Луне прошла так же, как в 1969 году. Воспомнила ошибка 1202. Те несколько человек, которые тогда за ней наблюдали, поняли, что чуть не случилась беда. В ста метрах над поверхностью Луны Нейл Армстронг увидел, что его посадочный модуль направлен на поле, усыпанное крупными валунами. Четыре с половиной вниз, пять с половиной вниз. Он быстро огляделся в поисках лучшего места и вручную направил корабль в ту сторону. Двигаясь вперед, чтобы занять правильное положение. А топливо у него должно было закончиться через 30 секунд. Юстон говорит, база спокойствия Орел сел. Понял вас, спокойствие. Мы тут все посинели. Теперь мы снова дышим. Большое спасибо. Меньше всего сотрудникам НАСА хотелось бы, чтобы новая операция столкнулась с той же проблемой. Поэтому четвертый этап проекта возвращения на Луну — поиск безопасного места для посадки. Но пока даже самые лучшие карты кратера «Шеклтон» недостаточно подробны, чтобы увидеть на них крупные булыжники, которые могли бы повредить космический корабль. Во избежание подобной ситуации НАСА вскоре запустит новый спутник под названием «Лунная разведывательная орбитальная станция» или «Элрос». Если все получится, «Элрос» сможет сделать снимки высокого разрешения. Это будет первый шаг на пути к установлению лучшего места для высадки на неровном южном полюсе. Так, кати сюда! Камеры на космическом корабле смогут сфотографировать отдельные, даже небольшие камни диаметром до полуметра. Станция «Элрос» также оснащена новым лазерным альтиметром, который поможет установить форму этих камней с помощью сбора топографических и температурных данных и составления трехмерных карт. Красный и желтый цвета обозначают крутые и каменистые опасные зоны. Зеленый цвет означает плоские и ровные участки. 2020 год. Восьмой день путешествия американцев обратно на Луну. Благодаря станции «Элрос» они уже вооружены картой, на которой видно лучшее место для высадки. Экипаж в капсуле «Ореон» преодолел более 99% пути до Луны. Но последние несколько километров будут одним из самых опасных отрезков пути. Чтобы его преодолеть, им надо пересесть в совершенно другой корабль. Пятый этап – возвращение на Луну. Сконструировать корабль, который не только сможет благополучно совершить посадку, но и станет жильем для четырех человек на неделю. Это первая модель лунного посадочного модуля «Альтаир» в натуральную величину. Инженер-конструктор Клинтон Дорис должен рассчитать, как четырем космонавтам выжить в этом ограниченном пространстве в течение недели. Как вы видите, одна из этих кроватей выдвинута. Три кровати будут установлены в вертикальном положении здесь, а кому-то придется спать на полу. Но это оставит нам пространство для хранения пищи и оборудования. Вот это место для хранения шланга кабелей, а это, так сказать, комната отдыха. Вся жизнь происходит именно тут. Пространство в кабине сильно ограничено, поэтому космонавтам придется лететь к поверхности Луны стоя. Конструкция позволяет им улетать только в условиях пониженной силы тяжести, поэтому на Земле испытать «Альтаир» не представляется возможным. Это будет первая и последняя проверка его работы. Так можно будет понять, как он ведет себя на ненадежных склонах и смертельно опасных полунатах. Еще никто не пытался высадиться в таком месте, на краю лунного кратера глубиной 4 километра. Движемся к цели 4.0. 2020 год. Посадочный модуль «Альтаир» приближается к Луне. Но это место высадки вовсе не то море спокойствия, где высадился Нейл Армстронг более 50 лет тому назад. Это узкий горный хребет, узияющий пропасти кратера Шеклтон на лунном южном полюсе. Посреди самой пугающей территории, которую только доводилось видеть человеку. Стенки кратера спускаются на 4 километра вниз. Он глубже Великого каньона в два раза. Низкое полярное Солнце создает сияние и нечеткие тени, затрудняя навигацию. И что еще хуже, гравитационное поле Луны непредсказуемо. И в последнюю минуту оно может их отбросить. Бог ты мой! Наконец космонавты почувствовали обнадеживающий толчок. Это Аль-Таир коснулся поверхности возле края кратера, место будущей лунной станции. Движусь к кратеру. Впервые за 50 лет американцы вновь ступили на Луну. Ну вот, ребята. Я стою посреди поля, усеянного булыжниками. Харрисон Шмидт один из всего 12 американцев, которые ходили по Луне. Пожалуй, самой большой неожиданностью для меня стало то, насколько красиво это место. Солнце было таким ярким, что освещало все вокруг. Казалось, что ты в какой-то высокогорной стране на Земле или в пустыне. Но небо там не голубое, а черное. Эта чернота скрывает жестокую правду. На Луне нет атмосферы, а есть лишь смертельный вакуум. Не будь у людей скафандра одной из самых сложных технологий из всех, что когда-либо были придуманы, они не смогли бы продержаться здесь больше нескольких минут. Боб, как по-твоему, можно снять данные с гариметра? Ни что иное, как пригодный для ношения миниатюрный космический корабль, скафандр должен обеспечивать воздухом для дыхания, давать тепло в тени и охлаждать на солнце. Скафандры экипажа корабля «Аполлон» 60-х годов 20-го века были твёрдыми, громоздкими и служили лишь несколько дней. Поэтому шестой этап новой операции — разработка скафандра, который сможет прослужить несколько месяцев. Он должен быть легче и гибче, чтобы можно было в нём передвигаться. Это уникальная и сложная задача, ведь это всё равно, что накачивать шину. Чем больше воздуха ты закачиваешь в скафандр, тем жёстче он становится, тем сложнее в нём передвигаться. Так что спроектировать его непросто. Даже перчатки наполнены воздухом, что затрудняет сгибание пальцев. Вот чёрт. Речь идёт о жутких, очень твёрдых перчатках. От них не только быстро устают мышцы предплечья. Как больно. Также можно травмировать различные части рук. Следующее поколение скафандров должно быть куда лучше. И надо придумать, как лучше их надевать. В отличие от экипажа Аполлона, космонавты следующего поколения, которые отправятся на Луну, смогут спокойно проскальзывать через спинку скафандра. И подготовка к выходу в открытый космос сократится с нескольких часов всего до 30 минут. Но как будет функционировать этот скафандр новой конструкции в условиях пониженной силы тяжести Луны? Чтобы это выяснить, космонавт Майк Гернхардт использует специальное устройство. Тест, который мы проводим, должен выявлять влияние центра тяжести на производительность человека в условиях лунной силы тяжести. Перед вами так называемая система ПОГО, или пневматический цилиндр, который убирает вес так, что можно сделать вес человека таким же, каким он будет на Луне. При помощи системы ПОГО космонавты могут исполнить лунную походку. Для начала в обычной одежде. А потом в скафандре, который весит несколько сотен килограммов. Мы сделали одно любопытное наблюдение. Если идти по Луне медленно в скафандре, энергии затрачивается куда больше, чем при ходьбе по Земле. Хоть ты весишь и меньше. А если идти по Луне быстрее, со скоростью более 8 километров в час, то это проще, чем бежать по Земле. На цыпочках, через тюльпаны. Поначалу казалось, что скафандры экипажа Аполлон эффективны в условиях пониженной силы тяжести, которая в 6 раз меньше нашей собственной. Подхожу. Но они оказались чрезвычайно тяжелыми. Судя по нашим данным, центр тяжести должен быть приближен к нашему. Окажись в скафандре дыркой, все могло бы закончиться летальным исходом. К счастью, этого не произошло. Вообще, ребята падали очень часто. Мы проанализировали видеозаписи, и оказалось, что 2-3% времени они падали и снова вставали на ноги. Падения спровоцировали еще одну проблему. Скафандры пылились и пачкались. А в то время у них не было шлюзовой камеры, поэтому им приходилось залезать назад в посадочный модуль, и всю пыль они приносили в него. Лунная пыль обманчива. Следы в ней сохраняются так же, как в мелкой муке. Но под микроскопом видно, что она состоит из частиц с краями острыми, как у стекла. И что еще хуже, она обладает статическим напряжением и пристает практически ко всему. Смертельно опасные угрозы для оборудования, аппаратуры и даже для людей. Мы не хотим дышать пылью. Это понятно. Что нам с ней делать? Основной источник пыли в жилище — это скафандр, поэтому его надо оставлять снаружи. Но чтобы космонавты могли оставлять снаружи скафандры, опасную пыль, надо выполнить седьмой этап — построить постоянную станцию. Для этого нужны ресурсы. И много. Их доставка — еще одна задача для посадочного модуля «Альтаир», который при перевозке грузов летает без пилотов. С помощью таких грузовых полетов можно доставить транспорт и материалы, необходимые для строительства лунной станции. НАСА уже испытывает прототип лунной машины, которую будут использовать для перевозки строительных материалов. Но вопрос о самой станции еще находится в стадии разработки. Инженеры оценивают много разных дизайнов жилища. Мы думали о том, чтобы построить один большой модуль объемом около 14 кубических метров для четырех космонавтов. А может, стоит возвести более мелкие модули трубчатой формы и построить здание побольше? Если что-то случится с одним модулем, его можно будет изолировать, и экипаж окажется в безопасности в других модулях. Существенная проблема — это вес. ТОРУС. Специалист по жилым помещениям Роберт Говард размышляет над конструкцией, которая была бы и легкой, и компактной. Сейчас мы стоим внутри надувной конструкции ТОРУС. Это экспериментальная модель одной из систем, которая рассматривается в качестве места жительства на поверхности Луны в рамках этого проекта. Вы могли заметить изогнутую внешнюю стену и балки, которые представляют собой алюминиевый костяк. Его можно представить себе как надувной пончик. В законченном виде жилище будет выглядеть примерно так. Многие удивляются, почему мы рассматриваем надувные модели. Для них это все большие воздушные шары, и зачем мы играем с воздушными шарами? На самом деле, внешняя оболочка изготовлена из прочной ткани наподобие кевлара. Она чрезвычайно жесткая, а при надувании становится прочнее алюминия. Благодаря своим характеристикам она может сильно сжиматься и принимать значительный объем, если расправить ее на большой территории. На то, чтобы жилище приняло свои естественные размеры, требуется несколько часов. Оно расширяется от центра, и в нем есть система электричества и жизнеобеспечения. Вдоль внешней изогнутой стены расположены модули для хранения, а также рабочее место и лаборатория. В таком же примыкающем отсеке находится жилое и спальное место экипажа. Входы оснащены шлюзовыми камерами и магнитными фильтрами для задержания пыли. Но инженерам приходится разбираться еще с одной, еще более страшной лунной опасностью — радиацией. Космические лучи из отдаленных районов Солнечной системы постоянно бомбардируют Луну. И Солнце выпускает потоки мощно заряженных частиц во время единичных выбросов, которые называются солнечными вспышками. Прилетаешь туда и понимаешь, что хоть ты в скафандре, случись солнечная вспышка, и ты можешь погибнуть. Что еще надо сделать? Сесть в машину и уехать. В первые свои дни на Луне, в период с 1969 по 1972 годы, космонавты Аполлона не страдали от вредного воздействия радиации. Но, по мнению многих, им удалось увернуться от пули, тогда как те, кто пробудет там несколько месяцев, этого сделать не смогут. У нас есть возможность закопать эти станции в лунном реголите, который защищает от радиации. Оболочка, наполненная реголитом, назойливой лунной пылью, образует плотный барьер, поглощающий космические лучи. А внутри экран защищает космонавтов от высокоэнергетической радиации, периодически создаваемой Солнцем. Итак, они пережидают бурю в пределах защитного экрана. Это что-то вроде убежища от урагана на Среднем Западе. 2024 год. Прошло 4 года с момента возвращения людей на Луну. После проведения многочисленных операций лунная станция постепенно увеличивалась в размере, и теперь ее обитатели могут здесь жить и проводить научные эксперименты до 6 месяцев подряд. Но они по-прежнему получают все свои запасы благодаря постоянным поставкам грузов с Земли. Чтобы станция продолжала существовать, им надо найти способ производить собственный кислород, воду и другие предметы первой необходимости. Доставлять все предметы первой необходимости на станцию на Луне каждые несколько месяцев просто слишком дорого. Поэтому люди должны применить другой подход. При возвращении на Луну важно учитывать граничный принцип. Мы должны определиться, что можно сделать с природными богатствами и материалами, имеющимися там, чтобы не доставлять их с Земли. Итак, восьмым этапом для жителей Луны станет поиск этих местных ресурсов. Так неудивительно, одно такое место может быть прямо у них под ногами. Черт возьми, твое геологическое образование все-таки пригодилось. Единственный геолог, когда-либо орудовавший молотком на Луне, Харрисон Шмидт. Ты начинаешь понимать, где нужно рубить камень. Точно. Вместе с другими учеными он обнаружил, что та же самая пыль, реголит, которая представляет столь серьезную угрозу здоровью и оборудованию космонавтов, также содержит драгоценный клад в виде ценных минералов. Если нагреть этот реголит до, скажем, 700 градусов по Цельсию, некоторые его компоненты вступят в реакцию с кислородом, содержащимся в минералах реголита, стеклом, содержащимся в реголите, и выделяются в виде воды. Сейчас прилагаются большие усилия, чтобы узнать, как именно извлечь это богатство из лунного реголита. Тем временем на Земле группа сотрудников НАСА экспериментирует с новым методом на склонах вулкана Мауна-Кея на Гавайях. Мы установили, что по своему химическому составу местная почва относительно близка почве из реголита на Луне. Они работают над тем, чтобы производить не только воду, но и кислород. Это пыль, которая ложится на такой материал на поверхности Луны слоем в несколько сантиметров. Тот самый продукт, который мы добываем в начале нашего процесса использования ресурсов на Луне. Они испытывают экспериментальное транспортное средство, созданное для превращения размельченной горной породы в кислород. Его так и называют — роксиджен. Итак, на Гавайях у нас есть машина, которая выкапывает некоторое количество почвы и сбрасывает в воронку. Внутри этой машины почва нагревается до температуры в 90 градусов по шкале Цельсия. Оксид металла, содержащийся в почве, вступает в реакцию, а в результате выделяется водный пар, в котором есть столь необходимый элемент — кислород. По окончанию разработки, система роксиджена будет состоять из автономной машины, оснащенной ковшом. Она будет доставлять лунную пыль на перерабатывающий завод, где производимая вода будет расщепляться на водород и кислород. Итак, ресурсы для экспансии человека, когда он туда так или иначе доберется, будут поступать из этой лунной скобяной лавки. Но на обнаженных склонах этих важнейших ресурсов очень мало. По мнению ученых, более богатые залежи могут находиться в темных и глубоких кратерах на Южном полюсе. Это холодные ловушки или зоны постоянной тени. В них скапливается, например, лед. Появившиеся в результате падения на Луну комет. Даже если первые обитатели Луны смогут отыскать воду и произвести кислород из реголита, им все же придется расходовать ресурсы экономно. Космонавты будут жить в строго регулируемой среде, где отходы сводятся к минимуму. Более 90% потребляемой воды перерабатывается. А это значит, что кофе, который они пили вчера утром, сегодня вечером будет вариться в супе. Их система контроля среды и климата удаляет из воздуха излишки углекислого газа и влаги. Она перерабатывает воду и выводит углекислый газ в теплицу по соседству. Как только мы получим доступ к кислороду и воде, мы сможем выращивать пищу. Мы привезем семена. Возможно, нам придется доставить немного азота, и тогда мы сможем выращивать пищу. А кислород, получаемый в процессе фотосинтеза из этой пищи, возвращается в жилой модуль. 2040 год. Завершив ряд хорошо обдуманных этапов, Америка создала постоянную станцию на Луне. И, как и древним европейским колониам Джеймстауни и Плимуте, этой станции нужна свежая волна эмигрантов. Мы сможем продолжить работу. Используя тот плацдарм, который они создадут на Луне, мы сможем основать новые поселения и организовать новые виды деятельности. Другие страны и бизнесмены быстро последуют примеру и начнут осваивать территорию за Южным полюсом ради выгоды или завоевания стратегических позиций. Сегодня мы воюем на Земле ради металлов и минералов, ради энергии и территорий. Все эти ресурсы есть и в космосе. И на Луне настоящая гонка за нашим ближайшим соседом только начинается. 2050 год. Прошло 30 лет с момента возвращения людей на Луну. Между лунной орбитой и космическим портом Шеклтон постоянно курсируют транспортные космические корабли. То, что было станцией, разрослось в лунный город с куполами торговых центров, перерабатывающими заводами и башнями отелей, торчащими из его центра. Трудно поверить, что все это возникло из одного единственного модуля, доставленного грузовым кораблем «Альтаир» тремя десятилетиями ранее. И кратер Шеклтон – не единственное место, где высадились люди. За горизонтом свои собственные лунные базы возвели китайцы и индусы. Самым любопытным будет гонка за доминирующее положение в космосе между различными правительствами и общественными строями. Возможно, именно такие мысли побуждают сегодняшних путешественников. Этот корабль заполнен бизнесменами и учеными, которые здесь, чтобы помочь осуществить финальный этап лунной операции, создать независимую экономику. Именно так происходит расширение цивилизации. И нам надо делать это на основе сотрудничества. А правительство должно поддерживать и стимулировать деятельность, которая в дальнейшем принесет свои плоды. Перед вновь прибывшими стоят свои трудные задачи. Одна из важнейших потребностей – богатый источник энергии. Без него независимая экономика невозможна. Сотрудник лаборатории нанотехнологии при Хьюстонском университете Алекс Фройндлих придумал, как превратить одну из самых страшных опасностей Луны, отсутствие атмосферы, в преимущество. Его команда разрабатывает высокоэффективные солнечные батареи, которые вырабатывают электричество из солнечного света. Здесь, на Земле, такие батареи можно произвести только в вакууме, созданном постоянным накачиванием. Но в космосе есть другие возможности. Сейчас все эти приборы используются для создания вакуума диаметром всего в несколько сантиметров. На Луне же имеются сотни тысяч километров вакуума естественного происхождения. В ходе проведения экспериментов в этом миниатюрном лунном вакууме обнаружилось кое-что еще. Лунный реголит, или слой лунной пыли, покрывающий эти тысячи километров, содержит все необходимое сырье для производства солнечных батарей. Надо лишь ее собрать и переработать. И команда Фройндлиха спроектировала робота. Сначала, используя солнечную энергию, он расплавляет кремнезем, имеющийся на поверхности Луны, чтобы создать слой стекла. Затем на стекле он раскладывает решетку из солнечных батарей. Использование многочисленных роботов может превратить тысячи гектаров лунной поверхности в большие солнечные энергоцентры. Поскольку во многих местах солнечно всегда, они могут обеспечить достаточной энергии не только для Луны, но и для Земли. Дэвид Крисвилл, еще один сотрудник Хьюстонского университета, разработал чистолюбивый план по использованию солнечной энергии. Он хочет доставлять избытки энергии с Луны на Землю. Ширина баз для обеспечения промышленного электроснабжения Земли будет колебаться от 30 до 100 километров. Они будут располагаться с двух сторон Луны, чтобы в зависимости от лунного цикла та или другая освещались. Итак, это идеальное место, по сути, единственное, где можно с оптимальными затратами вырабатывать достаточно солнечной энергии для функционирования нашей планеты. Такие масштабные солнечные установки могут перерабатывать электричество в микроволны и затем отражать их на земные приемники. Не беспокойтесь, они не превратят пролетающий мимо самолет в микроволновую печь. Его металлический корпус защищает пассажиров. И более 80% таких микроволн можно превращать обратно в электричество, что делает их высокоэффективными. Другое предложение по снабжению Земли лунной энергии предполагает иное использование поверхности Луны. Можно добывать там редкий газ — гелий-3. Скорее всего, после постройки лунных поселений их основным источником дохода от экспорта будет отправка гелия-3 на Землю для использования его на электростанциях ядерного синтеза. Нуклеосинтез, при котором атомы гелия-3 и водорода синтезируются и вырабатывают энергию, словно Солнце, еще во многом теория. Но, по мнению многих, у него огромный потенциал. Всего 50 килограммов гелия-3 могли бы снабдить энергией город размером с Атланту или Хельсинки на год. При этом радиоактивных отходов от обычной ядерной энергии было бы немного. Тем временем, другие минералы сулят более быструю прибыль для экономики Луны. Речь идет о триллионах долларов дохода от платины, золота и драгоценных металлов, содержащихся в астероидах, упавших на Луну за последние 4,5 миллиарда лет. Шахтеры-роботы могут извлечь эти ценные материалы безо всякого риска. Непродуктивная горная порода Луны не поддерживает никаких хрупких экосистем Земли. Прямо за горизонтом, недалеко от лунного города, находится удаленная сторона Луны, которая всегда отвернута от Земли. Именно сюда не терпится попасть ученым. Не ради разработки, а ради изучения остальной солнечной системы. С точки зрения радиоастрономии, обратная сторона Луны самое тихое место во всей Солнечной системе. Из-за всех радиошумов, которые имеются вокруг, добиться такой тишины на поверхности Земли невозможно. Здесь гигантский радиотелескоп может заглянуть в самые далекие уголки космоса, чтобы раскрыть тайны формирования галактик и древней Вселенной. Именно эта жажда знаний движет людьми. Как, впрочем, и стремление к развлечениям. В середине 21 века лунная экономика будет обеспечивать все большие потоки туристов и обычных людей, желающих заплатить больше за первое по-настоящему внеземное приключение. Почему бы не проснуться в своей кровати, чувствуя себя в шесть раз легче, чем на Земле, перевернуться, выглянуть в окно, посмотреть на красивую голубовато-зеленую орбиту и не пойти в парк развлечений. Этот парк развлечений и курорт располагаются в огромном куполе. Представьте себе прыжки с шестом при силе тяжести в шесть раз меньше или трамплин для прыжков в воду в шесть раз выше, чем любой другой на Земле. Вообразите себе ощущения перед погружением в воду. А самое интересное в том, что можно прикрепить пару крыльев, взмахнуть руками и полететь. И самая давняя мечта человека осуществится. Давние мечты рождают новые. Есть солнечная система, которая ждет, когда в ней появится человек и решит, как ее выгодно использовать. Конечно, если он сможет это сделать. А я убежден, что сможет. На протяжении всей истории Луна пленяла человека своей серебристой тайной. Этот чуждый нам мир достаточно близок, чтобы мы могли разглядеть отдельные его черты и почувствовать его приливно-отливную силу на наших океанах. Кто бы ни построил ракеты, транспортные средства и системы, которые помогут людям вернуться на Луну, будь то НАСА, Китай или частная фирма, это предприятие откроет новую эмоцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин